Итак, уважаемые друзья, очередное видео для вас. Интересное видео. Сейчас подходит зима. И пчеловоды беспокоятся за зимовку своих пчел. Нет кормов. Пока еще осень. Что можно сделать, если не успела семья набрать кормов? Можно ли кормить в холодное время года? Это весьма интересный вопрос. Я зачитаю это из журнала «Пчеловодство» 1956 года, номер 12. Делится тут один человек. Фамилия Полехин, пчеловод колхоза «Красный Путилос» Володарского района Орловской области. Это в России, из-под города Орла. В конце июня наш колхоз получил 10 семей кубанских пчел в 4-х рамочных пакетах. К осени семьи усилились до 8-12 рамок. Но при сборке гнезд оказалось, что меда в улях было только 1,5-7 килограмм. А в среднем на семью приходилось 2,5 килограмма меда. Вниз до каждой семьи зимовку я сократил до 4-5 рамок. Ну да, естественно, маловато меда. Давно замечено, что чем больше пчел в зимовке приходится на каждую рамку, тем лучше зимует семья. При сильно сжатом гнезде сырости и плесени в нем, а также поноса пчел, я ни разу не наблюдал. При таком способе зимовки большое значение имеет вентиляция гнезда. Улей без верхнего литка. При сжатом гнезде не должен иметь деревянный потолок или сильно заклеенным прополисом холстик. Утепление должно быть хорошим, но пористым. Меня нисколько не пухал исход зимовки кубанских пчел в условиях Орловской области. Но страшило бескормиться. Только в конце октября я получил сахар, а кормить слабые семьи в течение зимы, не имея теплого помещения, было рисковано. Ну, как видите, в то время были колхозы. И это были колхозные пчелы, это не были пчелы человека. И сахар тоже заказывал колхоз. И поэтому он пришел не вовремя, а в конце октября. Ну, что делать? Дальше читаем, что производил пчеловод. На основе данных пчеловодной науки и практики я пришел к выводу, что сироп пчелопам можно давать большими порциями. От 3 до 8 килограмм. Без особых затруднений, когда угодно. Обратите внимание, когда угодно вам. Когда у вас есть возможность, вы можете дать сироп в любое время. А бы пчелы были у вас, которые могли бы переработать сироп. Надо только поднять в гнезде температуру до 35-37 градусов. А сироп давать нагретым до 42-45 градусов. Лучше всего для этой цели подходит кормушка во все гнездо. Итак, друзья, обратите внимание, какая мысль у него произошла. Посмотрим, что же у него получилось. Тогда еще не были опубликованы исследования профессора Стрельникова, в котором доказано, что температура тела пчел равна в среднем 35-38 с небольшими колебаниями. Это написано в журнале «Пчеловодство» номер 10, 49-го года. Этот профессор Стрельников проверял температуру пчел, что она так колеблется. На основе этих фактов, наблюдений и догадок я решил давать пчелам сироп с температурой 45 градусов, плюсовая температура. Кормушку я сделал вместимостью на 5 литров. Сваренный для зимней подкормки сироп я налил кормушку и поставил рядом с крайней рамкой вместо вставной доски. Подперек рамок под холстик положил 6 планок, чтобы тепло от кормушки доходило до противоположного крайней рамки гнезда, и чтобы пчелы со всех рамок в теплом воздухе могли свободно проходить к горячему сиропу. Кормушку снизу доверху со стороны пустого пространства уля и вверх гнезда я утеплив обложил ее мягкими ватниками. Кормушка с горячим сиропом действовала как натопленная печка. Начиналась циркуляция воздуха, нагретый воздух поднимался и шел между планками на все рамки, возбуждая пчел. Холодный воздух подходил к теплой кормушке, нагревался и поднимался вверх. К 8 часам утра следующего дня все 5 литров сиропа пчелы выбрали. Они гудели в улье, как во время главного взятка. Из литка струился теплый воздух, выгоняемый вентилирующими пчелами, сидящими возле литка с внутренней стороны. Внешняя температура в 8 часов утра была, обратите внимание, минус 4 градуса. День был солнечный и в 2 часа дня при температуре 0 градусов в тени пчелы бурно облетелись и скоро собрались в улье. Вентиляция улья продолжалась после облета пчел, но слабее. В сумерках этого же дня я снова наполнил кормушку сиропом той же температуры. Через 3 дня я осмотрел все гнездо. Рамку рядом с кормушкой пчелы запечатали сверху донизу со стороны кормушки и на 3 четверти с другой стороны. Полностью практически рамка была готова к 7 запечатана. Вторую и третью рамку запечатали на 3 четверти. То есть 3 четверти это больше половины тоже практически. И еще 2 рамки были готовы. И ниже полные ячейки были с открытым медом. То есть не запечатаны. Внутреннюю сторону крайней четвертой рамки пчелы заполнили и запечатали, как и в двух средних рамках, в нижнюю сторону. Возле стенки улья заполнили и запечатали почти до половины, а остальные ячейки были пустыми. При открытии гнезда на нижней стороне кормушки сидела кучка пчел. Стряхнув их в улей, я увидел, что они сидели на белоснежном гребешке сотика шириной 4 сантиметра, длиной 6 сантиметра. Приготовив еще 3 кормушки, я к 15 ноября закончил всю работу. То есть вот таким опытом поделился человек, который занимался подкормкой пчел, как говорится. И это дало возможность сохранить ему пчел. Если у вас какие-то проблемы или вы еще не успели докормить, то у вас есть возможность, даже если на дворе минус температура, поднять температуру в улье и поставить туда подогретый сироп до плюс 45 градусов. Если у вас это, так сказать, можно, находится в зимовнике, то это свободно можно сделать. Если это на улице, то желательно сделать такой каркас из пленки квадратной, который накрывается на корпус, на семью ставится. И там поставить батарею электрическую, поднять температуру на ночь и поставить туда, чтобы там не было мороза. Ну, температура, чтобы была хотя бы плюсовая, плюс 5, 6, 8 градусов, когда пчелы и не вылетают, и, так сказать, находятся в таком раскованном состоянии. И поставить туда мед, вернее сахарный сироп. Пчелы из практики других пчеловодов берут мед в любое время года, потому что если у них нет, то это в них зависит их жизнь. Это критическое состояние, где им нужно выживать. И в таких ситуациях они идут на все, чтобы выжать и забрать сироп, и сложить и в соты. Итак, друзья, прочитаю еще интересный медонос, который напечатан в журнале 1957 года, пчеловодство номер 4. Этот медонос называется артишок. Он очень полезен тем, что он цветет с конца июня до заморозков. И его можно выращивать на своем приусадебном участке, если вы имеете землю или где-то засеять, посадить. Он не только работает как медонос, но он работает как полезный продукт, который можно кушать и сдавать в магазины. В Америке у нас и продаются во многих магазинах артишок. Я думаю, что в настоящее время он сейчас продается и так же во многих магазинах и в России, и в других местах. Итак, я прочитаю, если вы заинтересованы этим вопросом, как он развивается. Артишок многолетний, травянистый растение из семейства сложноцветных. Он используется в культуре как весьма питательный овощ нежного и тонкого вкуса. Я тут буду сокращать, чтобы много не занимать вашего времени, потому что тут сильно много описаний лишних. Итак, друзья, он многолетний. Это много значит, если вы посадили на своем участке, то у вас он будет использоваться как многолетняя культура. Читаем дальше. Посевной материал крупные плоды семянки был получен из отделения овощных культур Майкопской опытной станции Союзного института растеневодства. После производился сухими семенами на студенческом опытном участке во второй половине апреля. Уже через 10-12 дней появились сходы. Сходы. В год посева в условиях Майкопского района у растений образовывались лишь прикорневые розетки крупных листьев. Цветоносные стебли развивались начиная со второго года жизни. За лето стебли хорошо отрастали и достигали полтора и метр семьдесят пять высоты, а то и больше. Все растения артишока неравномерно опушены длинными мягкими серебристыми волосками. Листья крупные, пересеченные длиной до 35-50 см. Нижняя сторона листовой пластинки от густого опущения серебристой мягко-волочная. Зубцы листьев заканчиваются крепкой колючкой. На концах ветвей развиваются соцветия корзинки. В хороших условиях произрастание корзинки имеет диаметр 12-15 см. Итак, друзья, читаем дальше. Бутонизация у растений второго года жизни началась во второй половине июня. Обратите внимание, во второй половине июня это бутоны появляются. Период цветения длительный, с начала июля до наступления морозов. Весьма-весьма полезно для того, чтобы взять медосбор и нарастить пчел в зиму. Это весьма-весьма очень хороший продукт, который дает развитие. В некоторых местах я считал, что он годится наравне по нектароносности с гречкой. Созревание семян постепенно, в основном оно проходит осенью. Выделение нектара в цветках начиналось с открывания венчика. Количественный учет выделившегося нектара производился в цветах соцветий, защищенных от посещаемых насекомых марлями и изоляторами. Выделение нектара было настолько обильным, что временами он выступал из зева венчика. Каждый цветок выделял 2-4 миллиграмма нектара с сахаристостью 35-40%. Это хорошая сахаристость. Пчелы начинают различать сахаристость где-то от 20%. Сахарный сироп задают с сахаристостью приблизительно 40-50%. Пчелы прекрасного берут, если один к одному, то 35-40 это прекрасная сахаристость. Пчелы очень охотно посещали цветки артишока в любое время дня, даже сроднительно неблагоприятную для лета погоду. Ветер, полная облачность и так далее. На каждой корзинке можно было наблюдать по 6-7 пчел, собирающих нектар, реже и пыльцу. То есть и нектар дает и пыльцу. Нормальное растение, которое вам пригодится. Если вы даже посадите, то вы будете употреблять и в пищу, и кормить пчел. Это равносильно как малина, ежевика и другие, которые дают и вам пищу, и пчелам. Нектаропродуктивность с одного гектара 200-350 килограмм. Соответственно, применяемой агротехнике и использовании плантации. Ну, это неплохая нектаропродуктивность. В силу некоторых биологических особенностей артишока, приемы возделания в различных зонах разные. Как растение многолетнее, артишок вполне пригоден для культивирования на юге всей умеренной зоны бывшего Советского Союза и в субтропиках. Норма высева семян 3 кг на 1 гектар. Не так много всего 3 кг. В более северных зонах артишок можно использовать в качестве однолетней культуры. В этом случае семена следует яровизировать и заранее выращивать рассаду. В таких условиях 80-90% растений цветут и дают продукцию в первый год жизни. То есть, там где не южные районы, а средние и холодные, там приходится высаживать как помидорчики, высаживать огурчики. То есть, в этот период их высаживать, рассаду эту. И он тоже дает и цветение, и дает плоды. Итак, друзья. Читаем дальше. Артишок требовательен к условиям произрастания. Он выдерживает заморозки не более минус 2-3 по Цельсию холода. Земли под него должны быть старые, богатые перегноем, ежегодно удобряемыми органическими минеральными веществами. Пусть должна быть влажная. При выращивании на быстро высыхающих почвах необходим полив. Итак, друзья. И еще немножко. В пищу артишока идут цветочные корзинки. Их срезают с растений в начале распускания первых трубчатых сиреневых цветков. Или даже накануне их распускания. Как я вам сказал, что его можно выращивать в любой местности. И в пищу употребляются корзинки, когда растение начинает зацветать. И читаем дальше. Корзинки целиком отваривают в соленой воде. Мясисто-цветоложи и нижняя часть оберточных чешуй употребляют в пищу с маслом или соусом. Артишоки используются в консервной промышленности, на приготовление пюре и других консервов. Чтобы получить крупную, высокую товарную ценность артишоки, надо на одном растении одновременно оставлять на срез не более 2 или 4 корзинки. Урожай артишока от 300 до 500 граммов с 1 квадратного метра. Высаженные вокруг места расположение стационарной пасеки артишок, благодаря позднему цветению, может быть подспорьем для осеннего наращивания пчел. Высокий рост стеблей и колючие листья являются также хорошей защитой пасеки от животных и отчасти от ветра. Итак, друзья, вот такую статейку написала тут кандидат сельскохозяйственных наук Кудрялцева. Итак, друзья, мы выслушали эту информацию, что вам понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Мы будем стараться, точнее я буду стараться для вас подготавливать очень интересные материалы, которые будут вам полезны для вашего развития в пчеловодном направлении, для посадок ваших медоносов в округе и для вашей работы с пчелами, чтобы вы были успешными и имели достаточно меда и достаточно удовольствия от работы с пчелами. До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки! Подписывайтесь, ставьте лайки!